знаете когда я первый раз спустился в метро я сразу подумал господи какая же тут глубина и сразу естественно захотелось посчитать а как посчитать то давайте я тут нарисую так давайте будем считать что это у нас ступеньки ладно не хочется так тратить время на рисунок хотя конечно хороший рисунок это залог успеха вот примерно так у нас выглядит наш эскалатор это ступеньки да и тут у нас есть поручни так вот у нас тут этот поручни едет рядышком а вот тут у нас стоят что фонари освещения правильно тогда вот так как узнать глубину залегание станции метро а очень легко и узнать по по эскалатору пока едешь по эскалатору мы должны просто посчитать сколько у нас этих фонариков освещения ну допустим это 1 2 и так далее 3 да и вот это н-ный так все этого по сути нам достаточно будет дальше мы просто должны знать что что закладывается раньше по крайней мере я не знаю как сейчас но раньше вот те станции которые построены в советское время все они закладывались под углом 30 градусов эскалаторы были так а все мы знаем что катет лежащий против угла в 30 градусов равен половине гипотенузы так чтобы найти h глубину станции нам нужно знать вот эту вот по сути длину эскалатора как узнать собственно длину этого эскалатора но для этого нужно заглянуть в гост и и там будет сказано что расстояние между фонарями освещения вот тут вот вдоль эскалатора равно примерно 5 метров а то есть ну понятно что точную глубину мы не узнаем том что там ступеньки еще которые ведут вести бюль с улицы да еще там могут быть какие-то ступеньки переходы но примерную глубину вот так вот узнать в принципе не сложно будет буквально нам нужно проехать по эскалатору посчитать сколько у нас этих фонариков и все будет готово то есть форму какую мы можем записать для глубины залегания станции грубо говоря да n минус 1 почему n минус 1 потому что расстояние между фонариками на 1 меньше чем самих фонариков да не забываем про это n минус 1 умножить на 5 5 это расстояние между фонариками на и помножить на синус 30 градусов так но так как у нас всегда закладывается минус 30 градусов и мы его знаем это величина постоянная станта дату можем просто написать что проще выглядела 1 2 все готово давайте считать допустим у нас n равняется 22 22 фонарика так тогда давайте считать глубину станции так 22 минус 1 умножить на 5 умножить на одну вторую что у нас получится 21 умножить на 5 деленное на 2 так так 21 на 5 20 умножаем на 5 это 100 так и 1 на 5 это 105 так 105 деленное пополам это что у нас получится примерно 52 52 с половиной метра так какая-то станция ну это например может быть станция савеловская да у нее глубина 52 метра это к примеру да ну и собственно можем посчитать какую другую станцию да вот например какая-то станция с недлинным эскалатором например кенте петровско-разумовская да n равно 9 тогда у нас что получится n минус 1 это 8 умноженные на 5 умноженные на одну вторую что у нас получается тут 4 на 5 20 метров так может быть 20 метров почему нет близко к земле там неглубокая станция ну собственно вот теперь вы знаете как быстро посчитать глубину станции метро по поразить преподавателя своего или поразить девушку с которой ездить ездить такие по эскалатору скучать игры то знаешь на какой глубине станции хопа посчитали классно же классно но в любом случае видите и физика тут у нас и геометрия все вместе собралось а вы говорите где это пригодится все подписывайтесь на канал ставьте лайк не забывайте что канал меня есть и на ютюбе и в дзене